Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 20 главу. Ибо Царствие Небесное подобно хозяину дому, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжеще праздных. И сказал им, идите вы, виноградник мой, и что следовать будет вам, дам вам. Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят им, никто нас не нанял. Он говорит им, идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника, управителю своему. Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. Пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. И пришедшие первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию, и, получив, стали роптать на хозяина дома. Мы видели с вами в девятнадцатой главе слова, которыми она завершилась, тридцатого стиха. Многие будут первыми, последними, последние первыми. После этого Господь предлагает притчу о Царстве Божьем. Мы видели уже несколько притч о Царстве Божьем, и об очередной жемчужине, и о закваске, которая квасит малое тесто, малой закваске, которая квасит все тесто. И видели также о горчичном зерне, который самое малое, но дает большое растение, под которым могут скрываться и птицы небесные, и путники. Здесь Христос предлагает другую притчу о виноградаре, объясняя ученикам и фарисеям, которые сопровождают его, вот дабы, как мы говорили, уловить его в чем-то и упрекнуть. Он говорит им о том, что первые будут последними, последние первыми, и приводит притчу о винограднике. Это притча о том, что одни пришли с самого раннего утра, вторые пришли в обед, третьи пришли к вечеру, но все получили одинаковую награду. Говорит о том, что некоторые приходят с раннего детства в Церковь Божию, другие приходят в среднем возрасте, а другие, может быть, как Авраам, 75 лет, которому был голос тогда, Авраам, Авраам, помню в книге Бытия, выйди, 12 глава, из страны своей, из дома твоего, из земли своей, и иди в землю обетованную. То есть здесь этой притчей Господь говорит о том, что каждого человека по своему промыслу он призывает служение, служение Богу в разный возраст. Одного сладенщица, возможно, он родился в семье священника, другого он призывает в среднем возрасте, третьего, может быть, уже и в старости, а другие, может быть, мы знаем с вами то, что будет со Христом впоследствии, когда его распнут, то два разбойника, был один по левую сторону, другой по правую, и у них был выбор, но один выбрал поносить его, а другой в последний момент своей жизни, уже видя, что смерть его неминуема, возвал Господу и сказал, помилуй меня, и, как сказано ему, Христос сказал о том, ныне будешь со мной в раю, первый входит в рай. Поэтому каждый получает награду в зависимости от своего приход и служения Богу, это не просто пришел там в каком-то возрасте, человек, может быть, и с раннего возраста родился в священнической семье, но к покаянию он, может быть, придет только на смертном адре. Так он, может быть, будет следовать за Христом и в Церкви Божией. Помните, как Христос говорит, кто не берет Христа, креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. То есть можно следовать за Христом, не взяв своего креста. Что такое крест? Когда он берется? Только при одном условии, когда есть покаяние. Покаяние — это желание служить Богу, то есть перемена ума и перемена всего образа жизни. Поэтому здесь Христос и говорит о том, что первый будет последний, а последний будет первый. Всякий человек получает награду в Царстве Божие, независимо от времени, когда он придет и примирится с Богом. В этом смысле такая хорошая надежда есть у нас, у всех, так, что никогда не поздно прийти и служить Богу. Потому как сегодня бытует такое понятие, что этому всему надо учиться с детства. Вот Христос это понятие как бы аннулирует и нейтрализует. И говорит, нет, это не совсем так. Каждому человеку, даже тот, который придет в самый последний возможный момент, получит ту же награду, которая трудился, возможно, для него в течение всей жизни. Поэтому покаяние для каждого человека открыто. И Бог призывает каждого к себе. Но эти, как сказано, что начали роптать последние, работали один час, а ты сравнил их с нами, перенесшим тягость дня и зноя. Мы помним с вами в Евангелии от Луки есть другая притча, притча о блудном сыне. В общем, эту притчу можно назвать притчей о двух блудных сыновьях. Первый просто был в стране далече блудный, а второй был блудный, но он всегда был в церкви, всегда был с отцом. Но он тоже был блудный. Почему? Сама история о блудном сыне 15 главы Евангелия от Луки раскрывает это все. Там говорится о том, что когда блудный сын, помните, он расточил все имение свое с блудницами, и когда уже похлопал по карманам, и денег не стало, и друзья куда-то разбежались, то есть друзьями сложно назвать, собутыльники скорее. Тогда он очнулся, сказано, пошел к работодателю на биржу труда, как мы сегодня сказали, но там они настолько давали эти скудные прожиточные минимумы, что ему даже на предпитание не хватало, не говоря уже там какой-то нормальной жизни. И тогда, там мы помним, что тот человек был такой жадный, что не давал даже рожки, чтобы напитаться вместе со свиньями. И тогда, сказано, очнулся, встал и пошел. То есть он вспомнил, что отец у него, где он, откуда он ушел, там столько богатства, преизбытие стоит все богатством. Но когда он пришел, то отец сделал для него пир. Он видел его, узнал знакомый силуэт, вышел ему навстречу, дал ему обувь, перстень, печатка, то есть все кредитные карты, печать, да. Он дает всю власть, восстанавливает его в прежнем общении с собой. Это образ покаяния. Но второй был сын. Он по зависти своей, когда увидел веселье в доме, который пир, который устроил отец, как сказано, радости в царстве Божьем больше об одной заблудшенной обце, нежели девяносто девяти, которые считают себя праведниками. А сказано, нет праведника ни одного, все согрешили и лишены славы Божьей. И вот он устраивает пир, и что этот второй сын говорит подобно этим работникам, виноградники, которые пришли и работали целый день, и возраптали на тех, которые пришли в последний момент к церкви Божьей? Что он говорит? Этот говорит, сын твой, он не говорит, брат, заметьте, он упрекает здесь отца, не говорит, брат мой, сын твой, расточил все имение с блудницами, и ты теперь устроил для него пир, а я тут всегда возле тебя пашу в церкви, работаю, все послушания исполняю, ты мне даже никогда награды никакой не дал и козленка повеселиться. Что же отвечает ему отец, это образ Бога Отца? Говорит, что ты? Ты же был всегда со мной, все, что есть у меня, ты был под моим покровом, это все твое, и разве я тебя упрекнул в чем-то, чем ты пользовался от меня? Но, говорит, о том надо радоваться, что он ему наговорит, не сын мой, а брат твой. Пропадал и нашелся, был мертв и ожил. Так и эти работники, так и здесь им отвечает этот виноградарь, то есть образ Отца Небесного. Он же ответил им и сказал, друг, я не обижаю тебя, не задинари ли ты договаривался со мной? То есть разве не ты договаривался со мной, что я тебе обещал что-то больше, нежели Царствие Божие? Ты тоже вошел в Царствие Божие, чтоб теперь ропчешь. Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему, что и тебе. Разве Бог не хозяин, делая то, что он хочет? Разве Бог не хозяин, наградить, кого он хочет наградить, и что-то у кого-то отнять ради сбережения этого человека для Царствия Христова? Он волен отнять. Он единственный собственник Вселенной. Так и говорит, «Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или гластвую, завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, первыми последними, ибо много званных, а мало избранных». Видите, Христос старается утвердить эту мысль о том, что много званных. Что значит много званных? Всех Христос призывает в свое Царствие Божие. Поэтому много званных. Всех. Без исключения. Христос умер за всех. И за язычников, и за неоязычников, и за сектантов всех мастей, и за оккультистов, и за астрологов, и за блудников, и за пьяниц. За всех умер Христос и воскрес. Всем даровал жизнь вечную. Поэтому он говорит, много званных. А почему мало избранных? Кто такие избранные? Избранные — это те, которые откликнулись на зов и на призыв Христа. Но их, говорит, мало. К сожалению. Как Христос и говорит о том. Приду на землю, найду ли веру на земле? И мы читаем далее. Семнадцатый стих. Восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников своих и сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжниками осудят его на смерть и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие и в третий день воскреснет. Тогда приступила к нему мать сынов Завидеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону а другой по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаю, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но да, сесть по правую или по левую сторону не от меня зависит. Но кому уготовано, отцом моим. Услышав себе прочие двенадцать учеников, возникновали на двух братьев. Такая история. Христос говорит им о том, что ему надлежит пострадать, быть схваченным, быть распятым, умереть и воскреснуть. Он им приоткрывает тайны царствия Божия и победы над смертью. Что они думают, непросвещенные Духом Святым? Заметьте, ученики Завидеевы, они не сами идут ко Христу. А кого поцелают? Поцелают свою мать. Они, по сути, ведут себя, как такие вот наивные дети, но непростые душой. Может быть, мать пойдет там, похлопочет за нас. Они не понимают, Христос говорит, вы не понимаете, чего вы сейчас просите. Почему он так им отвечает? Потому как они думают о царстве земном. Христос говорит им о страданиях, они делят министерский портфель. Они думают о том, если они выше сядут, то есть о власти, где власть, там и деньги. Вот о чем они думают. О земном устройстве и как получше устроиться здесь. Они, казалось бы, удивительно, что здесь они имеют уши и не слышат. Христос говорит о страданиях, а они размышляют о благополучии. Они не слышат эти слова. Так бывает и часто с нами. Когда мы читаем Евангелие или когда слушаем Евангелие, некоторые у нас засыпают, у некоторых там слух как-то притупляется, а другие хотят только услышать то, что хотят услышать. Вот ученики здесь были теми, которые услышали только то, что из Евангелия, что хотели услышать. И Христос им говорит, может ли креститься и пить чашу? Они говорят, можем. И Христос говорит, будете. Чашу страдания, как мы знаем, все апостолы, кроме одного Иоанна Богослова, который тоже, в общем-то, претерпел страдания и ссылку, и тюрьму, и заточение на острове Патмос. Но все остальные апостолы были казнены, распяты, некоторые были усекнуты мечом, побиены, и не только апостолы из 12, но и множество-множество сон мучеников. Кровь, в общем-то, рекой текла, и, как есть в одной поэме, по-моему, Александр Толстой, Алексей Толстой, да, пишет, он говорит так, что и мечи палачей тупились, а шеи православных христиан. Действительно, они этого не слышат. Только просят сесть, и он говорит, да, страдания будут, и крещением, которым я крещусь, но сесть по правой и по левой сторонам зависит ситуация. А почему так говорит Христос? Неужели он не имеет власти? Имеет. Но здесь он указывает на свою единосущность с Богом Отцом. Он говорит, что без него я никаких решений не принимаю, как бы так, по-нашему, по-человеческому. И Отец без меня тоже, и Дух Святой тоже. Он говорит о согласии и единении о Святой Троице. И далее мы читаем. Услышав все слова, прочие, двенадцать учеников возникновали на двух братьев. Иисус же подозвав и сказал, вы знаете, что к язня народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. И кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. То есть Христос говорит, что взаимоотношения в Царстве его не совсем другие. Там каждый старается услужить другому. Поэтому он и говорит, что дать по левую сторону и по правой сесть зависит от Отца. Он говорит, что здесь каждый как бы старается отдать честь по нашему человеческому, опять же, рассуждению другому. И нас учит в этой жизни тому, чтобы мы привыкали к правилам жизни в Царстве Божьем. Я думаю, что Царствие Божье это какое-то абстрактное состояние человеческой души. Есть определенные правила. Эти правила для того, чтобы человек приучал свою душу, то есть свой ум, чувство и волю в этой жизни, они содержатся в Евангелии. А если мы с вами не хотим читать Евангелие, как пишет святитель Анзе Тау, значит, мы не хотим знать волю Божию. Удивительные такие меткие слова. Не хотим читать Евангелие, значит, не хотим знать волю Божию. А если не хотим знать волю Божию, значит, живем по своей воле. А если живем по своей воле, значит, Царствие Божие для нас закрыто. Потому что туда не войдет никто, кто не приучил свою жизнь жить по заповедям Христовым. И далее, так, 28 стих, человеческий не до того пришел, чтобы ему служили, заметьте, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Не чтобы ему служили, а чтобы послужить. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, слышав, что Иисус идет, мимо начали кричать «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!». Народ заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!». Иисус, остановившись, позвал их и сказал «Чего вы хотите от меня?». Они говорят ему «Господи, чтобы открылись глаза наши!». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся глазам их, и тотчас поразрели глаза их, и они пошли за ним. История рассказывает о том, как двое слепых, в общем-то, как двое слепых взывают ко Христу. Это в некой степени такой образ молитвы. Когда мы хотим получить просимое, то хорошо бы нам молиться так или взывать ко Христу так, как взывали эти люди. Им говорят «Замолчи, хватит, перестаньте вы, что вы утруждаете Бога!». Он говорит «Нет, мы хотим прозреть». Опять их отгоняют. Это тут кратко написано, я представляю, что тут делалось. Представляете, процесс идет, пыльная дорога, Палестина, толпы народа исцеляются, идут за Христом, ученики окружают его, чтобы ведут себя как телохранители, еще не просвещенные Духом Святым, отталкивают наверняка народ, потому что у них тут только что шла борьба за что, кто сядет по правую или по левую сторону. Они как бы охраняют его, делают это все ради чего? Ради выгоды, потому что думают о другом царстве, без страданий, без всяких неудобств. И эти люди все равно не отстают, как бы их не отталкивали. Что бы ни происходило вокруг Христа, это, кстати, нам с вами очень хороший пример. Когда мы приходим в храм или приезжаем в какой-то монастырь, нам что-то там не нравится, какая-то толкотня, мы говорим, что это такое, кто-то там что-то сделал не так. Но если мы ищем, чтобы прозреть во Христе, никто не сможет нам помешать. Ни шум, ни болтовня, которая часто встречается в наших храмах, ни разговоры, ни взгляды, ни телодвижения каких-то непонятных людей, которые мы часто замечаем в храме, для нас непонятно. Все нам не нравится. Но если мы хотим прозреть, надо подражать этим двум слепцам, которые не видели никого и не хотели слышать ничего. Они хотели только одного — соединиться со Христом. И чтобы стать зрячими. То, что по этому поводу пишет Кирилл Александрийский, святитель. В книге Бытия мы читаем, что праведный Ноя имел трех сыновей — Сима, Хама и Афета. С ними он вошел в ковчег во время потопа и отплыл. От его трех сыновей по всей земле рассеялись разные народы. Вот от первого сына Ноя произошел патриарх Авраам, от которого на добро или на зло произошел весь иудейский народ. А от двух других сыновей рассеялись другие народы. Итак, двое слепых является образом двух сыновей Ноя. Они услышали, что Иисус проходит мимо. Разве не ясно теперь, что язычники поверили в Спасителя, не видя его, как иудеи, а слыша. Слышите, как говорит? Они же не видели его. Они только слышали. И поверили его, не видя, а слыша. Проходить мимо значит переходить от одного к другому. Он проходил мимо. И здесь Кирилл так и говорит, проходить мимо значит переходить одного к другому. Он и переходил от иудеев к язычникам, как сам Господь говорит, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Евангелие Таана 9.39 Эти не видели, но слышали, слышали, что идет сын Давидов, поэтому так кричали, а эти видели, но не хотели слышать. Не хотели слышать слова, которым призывал их Христос, слова покаяния. Да не будет с нами слов, которые Христос обращает несколько раз во всех четырех Евангелиях к людям, сопровождавшим Его. Имейте уши и не слышите, имейте глаза и не видите. Будем читать Евангелие, открыв глаза, не только глаза физические, но и глаза своего сердца. Будем читать Евангелие Отцов Церкви, открыв и уши, и не только уши физиологические, но и уши нашей души, для того, чтобы нам не оказаться в той среде, о которой Христос говорит, что мало званных, но мало избранных. Дай Бог, чтобы мы были не просто званые, но оказались бы в Его Царстве и избранными любящими Его чадами Христовыми. Продолжение следует...